Пожар на предприятии в Ярославле, 2500 квадратных метров горело, сейчас говорят уже больше горит, стоит стойкий химический запах, взрывы слышны, клей в момент пахнет, с неба пахнут куски краски, в общем такой адский ад. Город Лакинск Владимирской области, произошел пожар на производстве сухарей и печенья, значит производство сухарек ООО Клинснег, тысячу метров сгорело все к херам, как партизаны говорят. Вот видите какой Клинснег неумный, то есть он мог помогать революции экспроприаторам и ничего бы не случилось. Ну потому что других объектов там на ВАБО, в Владимирской области, на это уже Клинсвет не сошелся, можно какой-то объект пропустить. Поселок Риетки на Тверской области, опытный завод подарил утром в Барнауле, склад большой сгорел 250 квадратных метров. Операция приимус, Нижний Новгород, цех деревообработки, ну ни дня без пилорамы, только единственное, как бы пожарные приехали очень поздно, и поэтому там разгорелось все не дуром, и в конце концов перекинулся огонь на баню, на какие-то жилые дома, ну и пошло гулять, как уже было, да. В Свердловской области, когда сгорел пилорам, а потом еще две деревни. Оланец, Карелия, операция поддонок на территории Оланецкого молокозавода, спалили все поддоны. Очень хорошо, поддоны, это очень важно. В Москве загорелась многоэтажка, в которую врезал, вспомните, украинский беспилотник, тогда он не сильно повредил, а вот кто-то закурил там ароматическую свечу, и там все погорело уже по-серьезному. Вот воронежцы забили тревогу из-за странного человека в Балаклаве, орудующего по ночам. Как вы думаете, как называется странный человек в Балаклаве? Правильно, он называется габельщик, и тот, кто, ну будем называть Одиссей, тот, кто проводит операцию циклоп или полифем, да. То есть, этот тип ходит по ночам с молотком Балаклаве, портит имущество, а именно обрезает провода, ну понятно, какие кабельные у телевидения, разбивает домофоны и прочее, и прочее, и прочее. Представляете, как здорово. То есть, наша вот эта операция вырвиглаз, или циклоп, или полифем, как угодно называть, и кабельщик, это были самые слабые наши операции. А сейчас появились люди, то подросток с страйкбольным ружьем, да, то вот этот человек в Балаклаве. Мы видим, что всё идёт по нарастающей, очень хорошо, очень хорошо. Люди в чёрном. В Курске из-за разлива фекалий остановилось производство для нужд СВО, да. То есть, представляете, работала там какая-то структура, которая выпускает продукцию для нужд СВО, и работники перестали выходить на работу. Работать стало невыносимо. Вонь стоит, как в канализационном коллекторе. У нас пропахла вся продукция, и всё сырьё, и прочее, и прочее. Вот. На территории предприятия валяются дохлые крысы и опарыши. Ну, понятно, что это случилось, может быть, само собой. Хотя, кто и знает, может, кто-то из наших рук приложил. Это к вопросу, насколько эффективна операция «Шанель номер пять». Да она суперэффективна. Смотрите, всё. Производство устало. Разве его так подпалили, так бы сожгли и там взорвали? Не знаю. А здесь всё, там дышать нечем, и никто не работает. В Челябинске арестовали подростка, который якобы готовил диверсию на железной дороге. 17-летний Владислав в телеграмм списался с представителями разведки Украины. Я думаю, что он списался с представителями контрразведки ФСБ. Вот и всё, да? Ему дали задание поджечь СССР на стоплину и релейный шкаф в пределах города. Полиция заметила подростка тогда, когда он снимал, фотографировал объекты диверсии. Задержали его после того, как он купил бензин. Всё понятно. Какая полиция его заметила? Его ввели, потому что он вышел на них, да? На КГБшников это была ловушка. Поэтому не надо, ещё раз, если вы занимаетесь партизанской деятельностью, не надо связываться ни с какой украинской разведкой. Вы прямо чётко попадёте в гестапо, в путинское. При пожаре на заводе в Томбовской области 4 человек погибли, 12 пострадали. Взорвался пороховой завод, как мы и обещали вам. Да, и вот тут говорят, что это точно не теракт. Да ради бога, пусть это не теракт. Мы понимаем, что пороховые заводы будут взрываться. А из-за безалаберности, потому что надо как можно больше пороха, а он, как вы знаете, уничтожен на многих складах, были взорваны многие пороховые заводы, да, там безумное количество по всей России, даже не буду перечислять, вот последние склады в Свердловской области, да. И, конечно же, если там усиленный режим работы, то будут они взрываться и сами по себе. Помните, мне человек написал, работаю на пороховом заводе, что делать? Я ему сказал одно слово, беги, стратегема номер 36, беги. Броковой завод – это все, и так, в условиях войны, да, как американцы вышли из этой ситуации. На броковых заводах работали в основном только женщины, в основном только женщины работали. Никаких синтетических одежек там не было и прочее, прочее, прочее. То есть, поэтому мы получали громадную зарплату. И производительность труда заведомо, то есть, норма выработки давалась низкой. Производительность труда была очень низкой. Для чего? Для того, чтобы в пользу безопасности все было. Сейчас здесь производительность труда, ну, в смысле, нормы дали такие страшные, какие-то невероятные, да. Поэтому наша задача как можно больше уничтожить складов с порохом, пороховых заводов, тогда другие сами все будут взрываться. Понимаете, как это работает, да? Если у них нет-нет-нет, нигде ничего, а вот здесь есть, да, то они будут наваливать, наваливать. И оно взорвется, само собой, даже прилагать усилия не надо. Хотя их надо прилагать, эти усилия. И я обращаюсь к тем людям, которые очень хорошо знают на зубок меры безопасности, но могут сделать так искусно, чтобы эти меры безопасности не были в каком-то объеме соблюдены, и что привело бы вот к таким последствиям, да. Это очень важно. Не обязательно бомбу закладывать. Зачем на пороховом заводе закладывать бомбу? Там весь завод бомба. Поэтому все, кто работает на пороховых заводах, вы везде пишите в чатах, везде бегите, бегите оттуда. Чтобы там люди... Ну, вот зачем? Четыре человека погибло, 12 пострадали. Но завтра какой-то завод взорвется, там в Биске, например, который уже взрывался. Он там разнесет огромное количество людей. А зачем это допускать? Лучше, если они просто уйдут. Что, они не найдут другого места работы? Я понимаю, что там сейчас платят больше и так далее. Ну, жизнь-то дороже, это, во-первых. А во-вторых, это вариант саботажа. Очень неплохой вариант саботажа. Завод одни молодые женщины с громадными зарплатами. Я бы рискнул и устроился туда. Андрей Всевики. Андрюш, знаешь, я тебе что-то рекомендую в таком случае. Ну, сейчас не знаю, как. А вот в моё время, когда я был юным совсем, это были хлебозаводы. Зарплата там была очень низкая. Но это, кстати, большой плюс. Низкая зарплата и одни женщины. Так что это лучше, чем большая зарплата. Когда низкая зарплата, то женщины более неприхотливые, как ты понимаешь. Чем тогда, когда большая зарплата. Гаврил на пороховом заводе бухал, курил и баб любил. Сергей, это прям вообще не жизнь, а малина на пороховой почке. Помните, как был фильм про Дюма? Кстати, в его книге, где он описывает путешествие по Волге и по Кавказу. Как оно называется? Там есть этот момент, когда двое кавказцев влюбились в одну девушку. И решили, значит, устроить такую дуэль. Так как они любили друг друга, не могли биться насмерть. Сели на бочку, подожгли фитили и стали ждать. Кто-либо не выдержит, с бочки с порохом уйдет. Либо кто-то первый взорвется, а второй останется жив. Но получилось так, что одна бочка взорвалась, а другая детонировала. И невеста осталась без жениха, без едины. Продолжение следует... Продолжение следует...